В эфире РБК программа «Сфера интересов» в студии Мария Рудковская. Здравствуйте! Британская юридическая фирма МакГригерс опубликовала данные о выдаче так называемых инвесторских виз, которые позволяют иностранцам, вложившим в экономику Великобритании 1 миллион фунтов стерлингов и более, три года пребывать в стране. Количество таких виз за последние три года увеличилось в шесть раз. Граждане России стали самой многочисленной группой среди всех, получивших такие документы. На них пришлось более 20% инвесторских виз. О российских инвесторах новой волны мы говорим сегодня с Яковом Шляпочником, председателем Совета директоров инвестиционной группы «Нордкапитал». Предлагаю зрителям проясниться к нашей беседе. Все вопросы вы можете прослать на электронный адрес сферасобакарbctv.ru и на страницу программы Facebook. Приветствую вас в студии. Здравствуйте, Мария. Как вообще можно сейчас охарактеризовать нынешних, сегодняшних инвесторов? Очень интересный вопрос. После кризиса 2008 года действительно инвесторы долгое время, старые инвесторы, так их называемые, были в оцепенении. Их можно условно разделить на две группы. То есть инвесторы, которые потеряли в прошлом кризисе, они сейчас присматриваются, некоторые заходят, некоторые уже ни во что не верят. И инвесторы новые, которые были в других инструментах инвестирования, таких как недвижимость, и которые сейчас приходят на фондовый рынок. И, собственно, эти две группы ведут себя по-разному. Существует ряд инвесторов, которые обозначают как high net worth individuals, это состоятельные клиенты. Вот какие цели они преследуют сегодня? Эти клиенты преследуют достаточно таки прагматичные цели просто сохранить свои накопления, свой капитал от инфляции. У них нет целей агрессивно заработать или удвоить, утроить капитал. Есть цель просто сохранить и получить доход, сравнимый с инфляцией. А еще более состоятельные, ультрасостоятельные инвесторы, у них какие цели? У ультрасостоятельных инвесторов такие же цели. Это основной принцип, что деньги должны работать. Понятно, что у них есть еще идеи прямых инвестиций, и понятно, что капитал должен быть диверсифицирован, но при этом тоже нужны заработки, потому что та или иная идея прямых инвестиций требует капиталовложения. Поэтому капитал все время должен работать. Как изменились инвестиционные продукты за последние годы? Какие тенденции вы отмечаете? Мы отмечаем тенденцию, что прежде всего клиентов интересует, а что будет, если рынок начнет падать? И те потери 2008 года сказались на том, что клиенты очень осторожны. Они хотят понимать все детали того, куда они вкладывают, и что будет. Плюс все ждут второй страшной волны кризиса. Да, второй страшной волны кризиса, и было падение в 2011 году, в августе. Поэтому инвесторы уже не совсем устраивают традиционные продукты, потому что, как известно, они быстро падают, направляющие не продают акции, когда они упали. И в итоге ты сидишь с бумагами и ждешь какого-то светлого будущего. Какие стратегии предпочитают состоятельные инвесторы? Состоятельные инвесторы присматриваются к новым продуктам. Сейчас, кстати, наша компания занимается новыми технологиями. И я не могу сказать, что новый продукт всем понятен, но он вызывает интерес. Как вызывается этот новый продукт? Это называется алгоритмические стратегии. То есть это стратегии дарительного управления, которые управляются роботами. То есть когда работает связка робот и управляющий. В них огромное есть преимущество, но продукт новый, и, конечно, не все готовы рисковать. Некоторые говорят, что мы это все понимаем, но это новый продукт, и у нас были большие потери, нас устраивает минимальная доходность, просто сохранить средства. Но многие, кто раньше работал с акциями, им понятно, что наш продукт, например, по отношению риск-доходность гораздо привлекательнее. А по таким показателям, как ликвидность, он очень привлекательен. Потому что в любой момент времени клиент может выйти, потому что это всегда деньги на бирже в обеспечении фьючерсных позиций. Если выбирать между мультистратегиями и хедж-фондами, то в чем отличие между ними и что предпочтительное для инвесторов? Основное отличие в том, что мы сделали два класса продуктов. Это офшорные алгоритмические фонды, когда несколько алгоритмов, которые мы выбираем каждую неделю, и которые подобраны под соотношение риск-доходность, то есть они подобраны под желаемую доходность, которую клиент хочет получить, и те риски, которые он готов нести. Хедж-фонды – это упрощенный вариант, который мы сделали в российском поле. В связи с тем, что у нас есть ряд законодательных ограничений, то доходность хедж-фондов, она где-то в 2-3 раза ниже. Потому что еще до сих пор на нашем рынке есть ряд ограничений. А риски? Если доходность ниже? Риски, классы рисков такие же. То есть при одинаковых рисках получается, что в хедж-фондах доходность меньше. Но многие клиенты, они предпочитают инвестировать только в аншоре, то есть не хотят выезжать в наши заграничные офисы и подписывать с иностранными компаниями группы. И поэтому в аншоре мы эти технологии тоже развиваем. Но еще раз повторюсь, что в свете ограничений... Кстати, это очень важно, если мы хотим превратить Москву в международный финансовый центр. Чтобы сюда пришли инвесторы, здесь нужно сделать такие же ограничения, нужно снять. Все-таки вы говорите о том, что многие не хотят ехать в офшорные зоны, за границу. Получается, что предпочитают все-таки российский продукт или западный? Я так скажу, что здесь деление прежде всего не на продукты, а на источник происхождения денег. И те клиенты, у которых деньги в аншоре, они инвестируют в российском поле. Те клиенты, у которых есть международные какие-то холдинги, есть офшорные центры прибыли, они инвестируют в офшорном поле. Но понятно, что, конечно, человек ищет большую доходность, и в офшорных стратегиях мы можем предложить просто более диверсицированные продукты. Тот факт, что, например, в офшорных стратегиях деньги работают на четырех биржах мира. То есть это Нью-Йоркская биржа, Лондонская, Немецкая и МВБ РТС. В аншорном только МВБ РТС. Уже диверсификация по активам тоже... Больше выборов. Да, и диверсификация по активам. Здесь в аншорном ДУ мы, в общем, используем 2-3 контракта, в офшорном ДУ от 60 до 80. То есть диверсификация, она налицо, и она снижает риск при той же доходности. По поводу как раз международных финансовых центров, вот по данным опроса компании PAWC, сейчас наиболее популярными финансовыми центрами у состоятельных клиентов являются Швейцария, Лондон и Сингапур. Ну, это понятно, Швейцария, в общем-то, всегда была, но в ближайшие два года расстановка сил может поменяться. Позиции Лондона и Швейцарии пошатнутся, а Сингапур и Гонконг, наоборот, станут более популярными среди состоятельных инвесторов. Вот Сингапур вообще, посмотрим на слайд, выйдет на первое место в 2013 году. Чем вы это объясняете? Мы это объясняем, во-первых, тут нужно рассматривать каждую страну в отдельности. В Швейцарии происходит большое давление властей США и Германии на раскрытие бенефициаров счетов, и все это, конечно, негативно влияет на данный финансовый центр. Сингапур представляет отличные возможности, там все очень просто, там можно инвестировать без ограничений, и, конечно, он сейчас начинает лидировать, как Сингапур, так и Гонконг. То есть инвесторы уходят в Азию, получается, да? Да, также очень в связи с кризисом в еврозоне мы наблюдаем большой отток из Кипра. То есть Европа, старая Европа у нас дает немножко позиции, да? Да, да, но при этом Швейцария до сих пор очень много возможностей представляет, и там идеально работают и банки кастоди, то есть депозитарий, где можно хранить средства, также совершать сделки очень просто, легко, и вот та самая диверсификация, которая сохраняет клиента от рисков, вложение клиента от рисков, там очень легко достигается. Так что до сих пор это очень удобно. Если сейчас уже от общего к частному немножко вернуться, то когда к вам приходит инвестор, насколько важно то, что он уже с какой-то другой компанией работал, или лучше всего работать, как называется, с чистого листа с человеком? Вы знаете, наверное, и тот, и другой случай. Мы очень любим работать с инвесторами, которые имеют счета в 5-6 компаниях, потому что, во-первых, клиент может сравнить и уровень сервиса, и доходность, естественно, то, ради чего люди инвестируют, и тот факт, что мы занимаемся новыми технологиями, нам позволяет проще объяснять отличия технологии. А с новыми клиентами проще в том смысле, что мы сразу их приучаем к новой технологии. То есть они не видели старого, да, это, ну, пример, как сейчас там, например, дети, да, они сразу покупают айфоны, у них других телефонов просто не было. Так же и здесь, инвесторы новой волны, те, кто были в недвижимости или вообще не инвестировали, то есть им очень легко и понятно объяснить новый продукт. Гораздо проще тем, кто потерял очень много в 2008 году. А вот те инвесторы, которые как раз потеряли, или чьи инвестиционные компании разорились, как они относятся к новым своим инвестиционным компаниям? Они же, наверное, не должны доверяться. Они не доверяют, они говорят, это не хотим даже разбираться. А что туда приходят? Деньги же нужно куда-то нести. Ну, нужно вкладывать, если мы сравним, среднюю доходность фондов по миру по прошлому году, это минус 6%. То есть в прошлом году все управляющие, почти все потеряли деньги. Наш индекс, если мы вспомним, он просел на 20-25%. Как инвестировать? То есть наш рынок рос, да, где-то около 10 лет. Все было очень просто. Вот сегодня опубликовали исследование, а Сбербанк за 10 лет вырос в 36 раз. Ну, зачем доверительное управление? Вот купил и держи. Сейчас эта стратегия не работает. И, естественно, люди ищут новые продукты. Опять же, есть инфляция. А если ты еще теряешь в ДО, это вдвойне неприятно. Поэтому, конечно, клиенты интересуются новыми технологиями. А можно ли говорить о том, что клиенты сейчас вообще начали разбираться во всяких хитростях алгоритмической торговли? Или все-таки они не лезут так далеко? Вы знаете, основы алгоритмической торговли, они находятся в высшей математике и в некоторых методах современной физики. Объяснить это тяжело. Как физик, честно вам скажу, объяснить это очень тяжело. Но клиенты стали более разбираться, потому что раньше они просто давали деньги, потом пришли в 2008 году, и там минус 80. Начинается книжек для чайников о доверительном управлении. И поэтому они все больше и больше хотят разобраться. А нужно, чтобы они разбирались в этом? Да, нам нужно. Мы хотим, чтобы люди понимали. У нас есть специальные анкеты, мы очень много времени проводим. Где-то два часа наш консультант проводит с клиентом, чтобы определить его риск-профиль. Потому что если клиент... Что такое риск-профиль? Риск-профиль – это тот риск, который будет психологически комфортен человеку. Риск и доходность. Потому что если человек-консерватор, а он много заработал, ему, как ни странно, тоже будет некомфортно. Или наоборот. Человек как бы агрессивный инвестор, он заработал мало, ему некомфортно. И наоборот, убытки. То есть агрессивный инвестор, он готов идти на какие-то убытки, брать риск, чтобы много заработать. Консерватор, он не терпит. Он ни одного дня не хочет быть в просадке. Соответственно, ему предлагается более консервативный продукт. Вообще, я считаю, что коренное отличие новых продуктов, которые сейчас придут на рынок, в том, что продукты должны выполнять обещания. Потому что в этом бизнесе раньше, когда все росло, брокер говорит, покупай акции из Бирбанка, они вырастут. Может быть, может не быть. Ну, все говорили, они вырастут точно. Но они потом падали, он говорит, ну, извините, вот так произошло. Дело в том, что люди от этого устали. Но это так же, как в любом другом сервисе. Но это по закону гарантировать доходность нельзя. Нет, мы не гарантируем доходность, мы гарантируем соотношение риск-доход. Мы говорим, что вот при данной стратегии инвестирования ваши потери на минимальном сроке будут не менее, не более 10%, при этом доходность ожидается в районе 50-70%. При этом мы предупреждаем, что основное правило нашего бизнеса, что доходность в прошлом не гарантирует получение таких же результатов в будущем. Но при этом, если ты выполняешь обещания, если работает риск-менеджмент, если не происходит как в стандартных продуктах, акции купили, держим, если падает, не продаем, все, извини, уже цены ушли, то людям становится более комфортно. Ну, впрочем, не стоит забывать, что это такой же сервисный бизнес, как любой другой. Как ресторан, как аудиторские услуги, как, я не знаю, строительные услуги. То есть все мы, заказывая какой-то сервис, мы хотим, чтобы наши... Ожидаем, чтобы. Да, мы ожидаем, чтобы обещания были выполнены. И человеку очень обидно. Вот вы попросили покрасить балкон в зеленый цвет, покрасили в красный. Это никому не нравится. Так же и в нашем бизнесе. Но балкон можно перекрасить, а тут когда деньги... Тут не перекрасить, да. Ведь компании не возвращают убытки. То есть здесь односторонняя зависимость. То есть если прибыль клиент платит, если убытки, это его риски. Поэтому я считаю еще раз, что новые продукты должны обладать всего одним качеством – выполнять обещания. А как вообще инвесторы реагируют на просадки, на потери, на риски? Мы это заранее обговариваем. Может, бьются в истерике? Очень важно понять риск профиля. Если клиент недоволен, мы говорим, слушайте, давайте менять продукт в портфеле. То есть если клиент недоволен либо доходностью, либо временной просадкой, мы меняем продукт в портфеле. Вот самая консервативная у нас стратегия. Мы гарантируем, что просадка за год будет не более 2% и длится она, по-моему, не более 40 дней. Все. Вот если мы клиенту это объяснили, то он видит там минус 1%. Это продолжается 20 дней. Мы говорим, вот это все в рамках обещанных характеристик продукта. Дальше уже мы сами управляем риском. Это очень сложная технология. Она называется CPPI. То есть в переводе с английского – это управление пропорциональной долей агрессивных стратегий, рискованных и консервативных стратегий. Но очень важно, чтобы клиент в начале процесса инвестирования понимал это соотношение. Тогда будет все нормально, он будет спокоен. Но еще раз повторюсь, мы очень много времени проводим, мы хотим определить риск-профиль клиента. Есть специальные анкеты. А многие, вот какая доля инвесторов, ваших клиентов меняют вот так инвестиционные продукты в течение своей работы с вами? Вы знаете, как вот клиент начинает работать, и вот он один-два раза поменяет, и потом, в общем, год-два-три уже он понимает свой риск-профиль, мы понимаем его риск-профиль. И, в общем, мы консервативному инвестору не предлагаем агрессивных продуктов. И наоборот, если инвестор... Вы как психологи еще работаете? Да, конечно, это очень важно. Важно понимать, кто перед тобой, какой класс инвестора. И где-то 40% людей, они хотят просто сохранить капиталы. Еще 40% они хотят преумножить, но особо не рискуя. И 20% это рисковые клиенты, они готовы рисковать, но при этом хотят заработать много. Они это понимают, у них счета в 5-6 компаниях, они сравнивают результаты. И это очень интересные тоже клиенты, и мы для них тоже специальные продукты разрабатываем постоянно. А сейчас в нашей рубрике «Блиц» мы ответим на вопрос телезрителей. Вот как раз по поводу того, что Москва может стать ведущим мировым финансовым центром. Верите ли вы в это, и когда и при каких условиях это возможно, на ваш взгляд? Я в это верю, но нужно очень быстро, активно снимать ограничения, которые мешают здесь инвестировать. Ну, например, в доверительном управлении невозможно, если ты не квалифицированный инвестор, покупать активы других стран. Это очень ограничение, мешает диверсифицировать портфель. Во-вторых, невозможны товарные валютные фьючерсы. В-третьих, система пулового учета, она немного устарела. ФСФР заставляет разбивать учет по сделкам. Это неудобно, когда ты ведешь счета многих клиентов. Гораздо перспективнее учет по средним чистым активам. Это пока не разрешено. Ну и, конечно, судебная система у нас хромает. Ну и как думать, когда все может случиться? Я думаю, что если власть займется реформами, можно все за 5-10 лет сделать. Но это не быстро. Не быстрый процесс. Как инвесторы могут контролировать результаты управления? Несколько способов. Во-первых, это сегрегированные счета. Во-вторых, возможно обслуживание на внешней платформе в отдельном банке. В-третьих, возможно получение отчетов в режиме онлайн. То есть, очень много технологий контроля. Сегодня многие активно продают евро и прикладываются в доллары. Насколько это оправданно, по вашему мнению? Вы знаете, я не очень люблю давать прогнозы по валютным курсам. Это достаточно сложно. Но вообще исторически, конечно, курс евро сейчас на низких уровнях. И как правило, когда огромное число инвесторов, частных лиц начинает перекладываться, значит, что нужно делать противоположные вещи. Противоположные. Идти против потока, да? Значит, это минимум. Какую долю в инвестиционном портфеле должны составлять инвестиции в произведение искусства? Вообще должны ли они составлять долю? Вы знаете, это, наверное, вопрос вкуса. Я знаю людей, у которых это доля 100%, я знаю людей, у которых это доля 0%. Я думаю, что, да, есть хорошая доходность, но часто она меньше, чем доходность фондового рынка. И вот последний вопрос, Яков, кратко. Как бы вы предложили вести себя начинающим инвесторам, чтобы не ошибиться с компанией? Я бы предложил открыть счета в 5-6 компаниях и вложиться в разные разработки и выбрать для себя продукт. Почему 5-6 компаний? Во все надо сходить еще? Ну, надо потратить время. То есть ты свое время, инвестируешь свое время, при этом ты диверсифицируешь свои вложения, и ты можешь вложиться в лучшие разработки разных компаний. Дело в том, что в каждой компании есть что-то свое, что-то интересное, что она разработала, и важно об этом иметь информацию. Я благодарю вас за беседу. Напоминаю, что в студии телеканала РБК был Яков Шляпочник, председатель Совета директоров инвестиционной группы Нордкапитал, и я, Мария Рудковская. До свидания.